Итак, дорогие друзья, с большим сожалению сообщаю, что мы не смогли сделать прямой эфир. Почему-то Facebook не выпустил наш эфир из Zoom, не пропустил к себе, я не знаю почему. Но пусть Бог благословит Марка Цукерберга и всех, кто с ним работает. И мы приветствуем всех вас, и сегодня тема нашего эфира, тема этого служения, это семейные отношения, мы продолжаем эту тему. Сегодня третья часть, и сегодня гостем нашего эфира является мой дорогой друг, мой старый друг, хотя по нему не скажешь. Сергей Сухов, пастор церкви Скиния Веры, город Тольятти, Россия. Приветствую, приветствую, узнаю своего тоже старого друга, который может в одном предложении сделать два комплимента. Спасибо. Спасибо за то, что ты сегодня выделил время для того, чтобы мы пообщались на эту, на самом деле, насущную, важную тему. Писание говорит нам, что в последние дни люди будут самолюбивы. И вот эта вот тема последних дней самовлюбленности, нарциссизма, когда люди любуются собой, и все для меня. Когда психологи учат людей, что ты должен наслаждаться жизнью. Когда много проблем происходит в семьях, и не только в мирских, но и в христианских семьях, к сожалению. Я думаю, что нам очень важно поговорить на эту тему, потому что я когда покаялся, когда принял Иисуса своим Господом Спасителем, это произошло 23 года назад, через полгода после этого я удачно женился, вот, и там же в церкви встретил девушку по имени Анна, которую ты знаешь, и мы вот поженились ровно через полгода после нашего знакомства, после моего покаяния. На другой день после нашей свадьбы у меня было водное крещение. То есть мы поехали буквально, да, у меня было водное крещение, вот, и буквально через, это такая краткая история моей жизни, да, через буквально некоторое время я стал пастором церкви, то есть так все в один год у меня произошло. Вот, все хорошие события в моей жизни произошли в 97-м году. Вот, лучшие. Смотри, я всегда верил, я продолжаю верить в такую простую вещь, что Богу разводы противны. Что Бог против разводов, Он не хочет разводы, да, и что на самом деле христианская семья, это должна быть на самом деле показателем, примером для всего мира. Это не просто, но это, я верю, что это возможно, это реально. И я тебя пригласил на этот эфир не просто так, не потому что ты пастор и мой друг, но еще, да, потому что ты, я знаю, хороший семьянин. Ты муж одной жены и отец троих прекрасных дочерей. Вот, поэтому мне бы хотелось, чтобы ты сегодня также поделился с нашими зрителями своими мыслями и библейское основание дал, и также свидетельства рассказал бы о какой-то о своей жизни. И вообще свои мысли, как ты видишь всю эту ситуацию, все эти перспективы, как можно жить так, чтобы жить счастливо, наслаждаться друг другом многие годы и даже не думать о таком слове, как развод. Сергей, расскажи немножко о себе, о себе, о семье, сколько вы женаты. Спасибо, пастор Илезер, за еще один комплимент относительно того, что я хороший семьянин. Семьянин, дай бог, пусть это будет так. Смотри, я не боялся вас это говорить, потому что я знаю, что твоя жена где-то рядом. Если что, ты там, ну, твои проблемы. Да, да, да. Нет, ну это относительно жены и относительно дочерей могу сказать только то, что это Божье благословение и она, и дети. Мои 22 года мы отметили с Кристиной на прошлой неделе, вернее, неделю назад, 8 числа, у нас была годовщина. Поздравляю. 22 года нашей старшей дочери, спасибо, нашей старшей дочери Софии 21, Дане 17 лет и Адельке, Адель, это третья наша дочь, ей 6 лет. Мы живем в Тольятти, город на Волге, в России. Вот, что я хочу сказать, относительно счастлив ли я в семье и все эти годы, я скажу так, что на самом деле я очень счастлив. И мне кажется, мне просто повезло, повезло с моей женой. Хотя так трудно заявлять, потому что у нас просто как беседа, не учение. Обучение я бы так, конечно, не сказал, что кому-то везет, кому-то не везет. Вот, потому что сразу я себя фильтрую, понимаю, что как меня слушают, как меня воспринимают слушатели, они думают, ну, ему повезло, а мне не повезло, например. Нет, я просто так воспринимаю реальность, воспринимаю, что жена для меня большое благословение. И я думаю, что благодаря ей во многом наш брак такой хороший, как, может быть, кажется людям, но и на самом деле так ощущаю я, что он прекрасен из-за того, что есть такой человек, как Кристина в моей жизни. Ну, это вот пару слов относительно того, как все эти годы я, значит, живу счастливой семейной жизнью. Сергей, я могу задать вопрос, если вы хотите, как наводить немножечко на тему. Да, да. Ну, я знаю вас давно как семью, да, и я был у вас дома, вот, и я очень себя наслаждался общением с вами. И я верю, что однажды наступит времена, что мы опять будем встречаться, самолеты начнут летать, на езда ходить, вот, ну, поезда нам мало помогают в этой ситуации. Я помню, как я приехал первый раз, и ты меня всегда приглашал в свою церковь, что интересно, как раз в ноябре месяце, и как раз ты просил меня, чтобы я учил о семейных отношениях. Да. Да, да, это как-то у меня запомнилось так интересно. Я заметил, что на самом деле, когда я учил об этом, я говорил это и к себе также. Вот. И вот такой, знаешь, вопрос, Сергей. Насколько я знаю, да, вот вы с Кристиной вот настолько, настолько вместе ходите, ну, по жизни. Даже вы не ходите, вы даже бегаете вместе по жизни. То есть, вот, это кто, кому... Буквально на смысле слова. Ты Кристи или Кристина к тебе, потому что вы бегаете такие расстояния, что люди не ходят столько даже. Ну, да, это наше увлечение. Есть такое понятие «high running». Это когда ты испытываешь чувство счастья от бега. Многие испытывают чувство несчастья от бега, начинают особенно бегать и сразу... Ну, это про меня. Нет, я не чувствую счастья от бега. Да, но это надо преодолеть. У меня, кстати, футболка вот Тель-Авива. Я не знаю, может, если она только... Я вижу Тель-Авив порт и Skyrunners. Да. Отлично. Да, да, это я купил в Тель-Авиве. Да, в порту. Когда был у тебя в гостях. Да. Вот. Да, Крис, это... Кстати, это одно из... Один из таких важных пунктов построения семейных отношений, когда муж и жена имеют единое поле каких-то интересов. Когда мы не только можем, например, на кухне общаться как муж и жена, или в спальне своей, да, или там пойти в магазин вместе. Но мы, например, посещаем богослужения вместе. Это очень большой плюс для укрепления семейных отношений. Мы ходим... Мы, например, любим ходить в кино. То есть это то... Ну, сейчас пока пандемия, мы не ходили в кино, как и все другие. Вот. Вроде сейчас открываются кинотеатры уже у нас. И вот, например, увлечение. Вместе бегать. Не обязательно это может быть бег для какой-то другой семьи. Это что-то может быть другое. Прогулка, например, в парке. Или рыбалка. Я знаю, у нас семья лица церковь, и муж и жена ходят на рыбалку вместе. Какие-то другие... Какое-то другое хобби. Это очень важно для укрепления семейных отношений. Где есть единое поле интересов, где и мужу интересно, и жене интересно. Потому что обычно бывает, что мужчине нравится одно, женщине другое. Ей нужно вот где-то вот смиряться. Мужчине находить смирение в том, чтобы, например, с супругой, например, смотреть ее сериалы, которые ей нравятся. Или жене, например, пойти вместе с мужем на хоккейный матч или футбольный матч. А здесь вот есть единое поле интересов. Где мужу и жене нравятся. Я думаю, что это очень сильно помогает в укреплении семейных отношений. Слушай, классно, классно. Потому что вот такая мысль на эту тему. Потому что вы любите вместе с Кристиной бегать. А сколько вы бегаете километров, кстати? Вы бегаете что-то там сумасшедшее, какие-то километры. Я так понял, что вы иногда бегаете и стояли в сумасшедшую по делам. И успеваем прибежать обратно на 100 километров. Нет, на самом деле, последний раз самую длинную пробежку мы сделали. Я 21 пробежал, она 16. Она в этом году не так, ну, то есть не так, не такие длительные расстояния бегает. А так бегаем по 5, по 6 километров, по 10 километров вместе. Но я также бегаю еще отдельно. Я помню, как мы с тобой ходили 26 километров. Но пешком мне нравится больше. Да, да, да. Это было классно. Сергей, начнем я сразу на тему общих интересов. Знаете, ситуация, когда нет общих интересов. Допустим, я не знаю, ну, к примеру. У меня, ну, мы, слава Богу, вместе с женой любим море. Вот мы ищем, да, общее. Мы с женой любим классическую музыку, обожаем. Да. У нее это профессионально, поэтому она может даже меньше любить, чем я, потому что я просто это люблю. А у меня профессионально это люблю. Но есть люди, которые, допустим, ну, у них вот как бы поженились на почве, скажем так, какой-то, я не знаю, ну, христианской, полюбили друг друга. А друг друга что не знали. И когда люди начинают жить вместе, ты начинаешь понимать, что две наждачные бумаги такие. То есть два человека и притираются, притираются. Вот на этот момент я хотел бы задать тебе такой вопрос. Если ты можешь, у тебя есть, если Библия, по-другому есть, если нет, я прочитаю Ефесянам пятую главу. И вот на этом фоне я бы хотел, чтобы ты прокомментировал вот этот момент, как, ну, как больше людям себя, я в прошлом эфире это назвал, посеять себя друг у друга, да, вот, как бы, чтобы благословить друг друга вне зависимости от чего-либо. И вот это место, да, где написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Написано, да, но мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Да, то есть здесь есть как бы две такие вещи, да, что первая жена, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. С другой стороны, написано, мужья любите своих жен, как Христос, который предал себя за церковь, так и вы любите своих жен. Вот как ты можешь это, ну, твое видение, понимание по отношению к семье этого места из Писания? Ну, это, наверное, речь идет все-таки об ответственности, потому что в семье очень часто главенство мужа воспринимается как некая навязанная Библией диктатура, то, что мужчина имеет право стучать с полоком по столу и требовать удовлетворения своих потребностей от своей жены. На самом деле, поэтому апостол Павел показывает, что отношения в семье, они должны быть такими же, как отношения Христа. Например, к церкви отношение мужа к жене. А Христос — он глава церкви, да, но своё главенство он доказывает в первую очередь преданной любовью. Он отдал свою жизнь, он отдал всего себя. И это большой пример относительно того, как нужно относиться к своей супруге. Это полное посвящение, понимание того, что это служение, служение в первую очередь, отношение мужа к жене и, наверное, главное служение. Потому что когда ты видишь в церкви людей, братьев, которые за правду, за церковь, за какие-то истины они рассматривают, какие-то комментарии комментируют, а в то же самое время жена ощущает отсутствие внимания своего мужа, она лишена его заботы, финансирования каких-то основных нужд. И тогда это выглядит очень глупо. Брат являет себя служителем. На самом деле он служитель плохой, потому что вот эту главную ответственность он забросил, и поэтому в Писании написано, кто о своих, особенно о домашних, не печется. Написано, кто не может заботиться о своей семье, как может заботиться о церкви Божьей. И здесь то же самое. То есть вот мужья любите свою жену, как Христос, который предал себя, который не предал ее, а предал себя, отдал себя. Вот это, наверное, важная мысль об ответственности, о посвящении себя главным каким-то целям относительно счастья человека, которого Бог тебе дал. Вот это очень важная мысль. Ну а насчет того, что ты сказал, а как быть, если нет общих интересов, их надо, я думаю, придумывать. То есть некоторые думают, что брак — это вот то, что просто само по себе течет. Ты прыгнул в реку и течешь. Вот куда река тебя выбросит, вот туда и выбросит. Нет, ты должен управлять. То есть вот управлять — это понимание того, что вот первый институт, первое самое, что создал Господь, это семью. Это не церковь, это не бизнес, это не что-то еще. Семья. И вот в семье тоже должно быть видение. В семье есть экономика, в семье есть управление, в семье есть фантазия, когда ты придумываешь что-то, творчество. И тогда нужно искать, искать, молиться, искать, пытаться, придумывать. Здесь не получилось. А, оказывается, я просто ее не знаю. То есть вот я понимаю, что я свою супругу буквально практически никак не знал в самом начале нашей жизни. Я рассматривал ее со своей колокольной, со своих каких-то предпочтений. И только спустя годы я научился понимать, что такое гормональные изменения у женщины. ПМС, что такое эмоции женские. предпочтения женщины, ее личный характер. Как, где, может быть, не атаковать ее агрессию. Где, может быть, смягчить ситуацию, понимая, почему она так себя чувствует. То есть это все в процессе времени. И поэтому нельзя отнестись к браку как к давности, в которой либо я чувствую себя хорошо, либо вот мне плохо, Господь, ты мне плохую жену дал. Нет, это то, над чем нужно работать. И я часто говорю молодым, которых консультируют. У нас есть предбрачная консультация. Если парень и девушка хотят пожениться, они приходят. Мы с ними общаемся. И я им рассказываю, что брак – это вот есть серфинг, например. Вот ты на доске научился стоять и научился. Это, кстати, близко к вам сейчас, к Израилю, потому что у вас серфинг развит. Я знаю. А это вот представь, ты с ней вместе. И вы должны так в унисон двигаться, чтобы вместе лавировать по этим волнам. И вот так в отношении всего научиться в сексуальных отношениях, вот достижению, какому-то достижению, в общении за чашкой чая, в конструктивном диалоге, когда вы проясняете какую-то ситуацию. А также в каких-то, например, решениях относительно, куда поехать, что купить и так далее и тому подобное. На эту тему Сергей… Я что-то долго так говорил. Классно, молодец. Если бы было долго, я перебил бы. Смотри, на эту тему вопрос такой как раз. Допустим, конфликтная ситуация. Я понимаю, что у вас дома конфликтов не бывает, но если бы, допустим, были у вас конфликты дома, как бы окончание конфликта, как для тебя, как ты видишь? Есть два пути окончания конфликта любого. Это первый путь – это проговорить все, высказать друг другу все мелочи и порешать как-то это. И второй путь – это провести черту и оставить это все позади полностью, забыть как бы, не проговаривая особо сильно. Вот как вы в вашей семье это делаете, если у вас бывают такие ситуации? Или если не бывает, то как бы ты посоветовал? – Бывает. Ты неправду сказал, что у нас нет конфликтов. – Я сегодня вечер комплиментов. – Честно сказать, я не стал бы слушать человека вообще, который сказал бы, что у меня абсолютно нет никаких конфликтов со своей женой. Я думаю, что лучше бы я послушал людей других, у которых есть это и которые это преодолевают. – На самом деле, конфликты в начале брака у нас были намного более яркие, более мощные столкновения. Я воспитывался в одном городе, в другом. – Да, и вот разница городов, разница культур имеет большое значение. Как говорят, есть четыре разновидности трудных браков. Это интернациональные браки, когда, например, один русский, а жена, например, американка, к примеру. Есть, когда у женщины ребенок или у мужчины ребенок, и они соединяются вместе. Есть возрастной брак, неравный называется, когда мужчина старше женщины намного, или женщина мужчина намного старше. И когда разные конфессии. А вот у нас было так, что она просто в одном городе жила, и в другом, но уже была разница в культурах этих городов, хотя они соседние, и в культурах воспитания. И это то, что было стеной между нами в начале нашего брака. И были конфликты. Конечно, первый год мы хотели вообще развестись, и прям очень сильно хотели. Ездили к пастору и плакали, сидели. Хотя мы молодые были, но вот так вот было. Потом мы приняли решение, что мы в одной лодке. Ее клан, ее мама, и моя мама, мой клан, они не имеют к нам отношений. Это не наши семьи, мы семья. Вот мы семья – это я и ты. Когда мы это поняли, приняли решение, что мы за нашу семью боремся, когда все стало налаживаться, и, конечно, конфликты бывают, но ты уже сейчас на протяжении какого-то долгого времени в браке начинаешь понимать, с чего начинается конфликт. И если ты будешь это предвидеть и предупреждать, то есть не гневаться сразу, уходить от разговора, если ты не готов его конструктивно обсуждать. Порой даже просто выйти на улицу, прогуляться, чтобы выдохнуть и подумать о чем-то другом. И дать какую-то милость своей жене – вот это очень важный момент. Потому что мы очень часто мыслим категорически. Категорически она не права. А когда ты научишься находить смысл в ее поведении, почему она так поступила, дашь ей право на то, что она может быть логичнее, чем ты, умнее, чем ты, иметь хотя бы право вот так вот мыслить, как она сейчас говорит. Даже, может быть, если она говорит в строгом тоне против тебя, но снизойти к ее физическому состоянию, понять, почему… Сейчас перебил звонок. Все хорошо. То есть вот снизойти к ней – это очень важное искусство, которым нужно обладевать и преодолевать конфликтную ситуацию таким образом. Ты знаешь, услышал такую фразу, ну такая, не помню даже, где я ее услышал, это, может быть, даже… Не говорю уж как-то как за истину, как такую, да, но кто-то сказал, что женщины, они сами по природе несчастны, и мы, мужчины, созданы для того, чтобы сделать их счастливыми. И меня почему-то эта фраза как раз зацепила очень сильно. Знаешь, она, в принципе, такая неканоническая, скажем так, но она, по факту, она интересная, что ответственность мужчин, на самом деле, сделать жену счастливой. Это я с тобой согласен. Я согласен с тобой очень сильно в том, что мы, как бы, вот мы должны женщин принимать, да, мы должны их любить, наоборот, сходить к ним. Мне очень понравилась эта идея, потому что многие люди, вот ты сказал, глава семьи, да, думают, что надо стучать кулаков. На самом деле это надо… Глава семьи – это ответственность, потому что многие мужья до конца не понимают, что главенство подразумевает ответственность. Это как вот я на работе, да, нахожусь, когда начальство несет ответственность за все. Чем ниже у тебя должность, тем меньше ответственность на тебе. Поэтому если ты хочешь занимать высокую позицию, ты должен понимать, что ты будешь нести ответственность за все то, что тебе дали. И вот Бог нам дал ответственность, Бог дал нам наши семьи, Бог дал нам детей, жен. Слава Богу. Я, кстати, не знал, что у вас такая годовщина свадьбы как раз вот была, и так совпало. Вот у вас было сейчас, да, а у нас в субботу следующую будет, Саней, 23 года тоже. Вот. Я поэтому, в принципе, решил посвятить этот месяц именно учению о семейных отношениях, которое вот мне на сердце легло. Ну, Сергей, чтобы наши зрители были счастливы особо и смотрели этот эфир с большей радостью, давай мы как бы немножко пойдем к финишу и дай нам какие-то, может быть, у тебя есть свои рецепты счастья семьи, может, какие-то вещи, которые ты используешь в семье. Давай два таких вот. Один такой библейский, может быть, какой-то стих, который говорит твою жизнь очень сильно, и второй просто вот от себя лично вещай. Ну, сразу то, что приходит в голову, рецепт семейного счастья – научитесь узнавать потребности своего супруга, супруги и удовлетворять их. Если вы это научитесь делать, то вы будете строить свой брак и будете пожинать плоды счастья. Да, потому что потребности мужа, они могут быть одни. На первом месте одно, на втором, третьем. У женщины совершенно другой порядок, приоритетов. И у вашей женщины, как у личности, он может быть вообще другим. И поэтому здесь ищите, вот, ищите, изучайте вашего супруга, вашу супругу и делайте ее счастливой или его счастливым. Второй момент – это то, что можно сказать о семье, о том, что, например, вот как вот лайфхак такой, да, вот вы поссорились, вы не можете разговаривать на эту тему, потому что вы заботитесь сразу, или один из вас заботится. А тема труд. Вот многие в семье не разговаривают о финансах, например. Потому что у них есть несогласие какое-то, и это как-то эмоционально задевает. Кстати, я исследовал такой факт, что по статистике большинство разводов в мире происходит не из-за измены, а из-за денег. Вот как ни странно. И вот, ладно, я просто, к примеру, привел эту сферу финансовую. Допустим, вы поссорились из-за денег, или поссорились из-за какого-то пустяка. Вот лайфхак. Научитесь разговаривать. Как научиться разговаривать, если тема эмоциональная? Что я предлагаю мужчине и женщине, мужу и жене? Можно взять с листочек бумаги, сесть, значит, указывал свой, своя ручка, сесть рядом друг с другом. Женщине написать в первой колонке положительные стороны своего мужа. А во второй то, что мне не нравится, то, что я хотел бы, чтобы у него изменилось. Также мужчина пишет в первой колонке самые лучшие качества своей жены, а во второй то, что ему не нравится. И вы садитесь и общаетесь. И вы следите за тем, за градусом общения, чтобы ваше общение было уважительным. Вот это самое главное. Выдерживайте уважительный тон и старайтесь построить что-то в этом общении. Донести, конечно, какие-то мысли, но созидая. И, например, мы так делали с Кристиной. Я говорю, Кристина, я хочу тебе сказать, что ты очень хорошая мама. Вот я просто, я не знаю, есть ли лучше. Вот у тебя такое сердце. Ты вот замечательная мама, которую вот всю любовь своим детям отдаешь. И заботу, и мудрость у тебя в воспитании есть. Но я вот что хочу тебе сказать. Слушай, ну, мне не нравится. Мне не нравится, когда ты при детях делаешь мне какое-то замечание. И я чувствую, что как будто мой авторитет рушится при этом. Оп! Она услышала. И она это съела, да? А потом мне говорит пункт, по которому она видит мою положительную сторону и видит какую-то отрицательную сторону. И таким образом мы можем разговаривать с уважением. Вот так вот написано было письмо Иисуса Христа церквям в книге Откровения. Сначала что-то хорошее, потом... Ну, имею в виду трудная тема. Да. И в конце тоже все хорошо. Слушай, шикарно, шикарно. Ты хотел что-то добавить? Нет, нет. Я просто... Это вот то, что сразу в голову пришло относительно твоего вопроса. А местописание какое? Я даже не знаю, какое местописание предложить, потому что их очень много. И я вот к этому эфиру не готовился как к учению. Я готовился к нему как к общению. Просто поговорить. Смотри, ты прекрасно дал место из писания. Есть сердце, то, что есть мысль. Ты прекрасное место из писания сейчас дал по книге Откровения, на самом деле. Вот это вот меня очень коснулось. Я никогда так не рассматривал. Даже само это послание, эту книгу эту так, что, ну, эти вторую, третью главы этой книги никогда так не рассматривал. Мне понравилось. Я сейчас другими глазами как будто буду читать. Спасибо тебе большое. Вот. Ну и, конечно, вот этот лайфхак. Мне очень понравился. Потому что я сам такой парень, который, знаешь, не очень сильно любит что-то обсуждать. Я не зря этот вопрос задал. Я говорю, я не очень сильно люблю что-то обсуждать. Я говорю, давай просто вот, ну, как бы, помиримся, покаяемся и забудем, да, как бы. И все нормально, как бы. Потому что меня заводит, когда я что-то начинаю обсуждать. Знаешь, как бы, я даже могу подавлять себе и делать культурное лицо, но я внутри где-то буду гурлить, я знаю. Поэтому мне проще оставить все сзади и забыть, как бы, да. Вот. Поэтому вот этот момент, мне понравился лайфхак, вот эти вот расписания, дом хороший-плохой, вот, правильно-неправильно и так далее. Спасибо большое. Сергей, я благодарю тебя очень за то, что ты выделил время. Благодарю тебя за то, что ты такой хороший человек, за то, что ты есть, за то, что у меня такой хороший друг тоже. Большой привет передавай жене, дочке. Спасибо, я. Я вас очень люблю, помню. Я верю, что мы... Да, бери там обязательно. Все-таки поближе. Все, дорогой, заканчивай. И Ане тоже большой привет. И детям тоже мы вас очень любим. И все общения. Мигдалер, большой, огромный привет. Обращайтесь тоже. Продолжение следует...